Всем привет, это Ганбольная жизнь, и сегодня мы подведем итоги финального матча для сборной России на Олимпиаде. Нервы-нервы и еще раз нервы, так можно охарактеризовать старт матча для российской сборной, и только этим можно объяснить ошибки в нападении россиянок. А 6 7-метровых ворота сборной России в первые 10 минут это нервы и для защитных порядков команды, более емко в послематчевом интервью на эту тему, сказал президент Федерации Ганбола России Сергей Шишкарев. 10 пенальти в наши ворота против двух. У нас не такая грубая команда, чтобы получить столько пенальти. Судьи с самого начала стали исполнять. Если не ошибаюсь, уже к 12-й минуте было 6 пенальти в наши ворота. Получается, что француженки из 7 голов 6 забили с пенальти. Как может команда морально выдержать это, когда любое столкновение, когда француженки сами идут в соперника, и нам ставят пенальти каждый раз. Видимо была такая квалификация судей. Надеюсь, что это было не предвзятое судейство, а просто неквалифицированное. Но винить никого в этом не надо, мы сами должны были побеждать. Нам бы еще чуть-чуть эмоций. Я благодарен девчонкам. Мы также считаем, что команда должна играть так, чтобы не было возможности судьям зацепиться. Ведь в сборной Франции играют не новички из подворотни. Эта команда может навести шороху любому сопернику. И россиянки старались играть. Даже к 15-й минуте первого тайма сравнивают счет, и показалось, что нащупывают свою перу. Но это только показалось. Снова ошибки в атаках россиянок позволяют сборной Франции выйти вперед на плюс два. С этой разницей в пользу француженок и закончился первый тайм 13-15. После игры Евгений Трифилов упомянет эти ошибки. Сегодня мы допустили много ошибок, их количество увеличилось на порядок. Отсюда и все проблемы, а у французов достаточно обученная и неплохая команда. Тренер должен быть полным идиотом, чтобы не закрыть главного игрока. Иоанню Вяхереву закрыли. И игра сегодня была совсем другая. Думаю, что Вяхерева и Дмитриева немного подустали, а остальные игроки не сыграли. И выделить особенно некого. Хотя сказать, что вратарь Седойкина плохо стояла, я не могу. Я недоволен игрой, а занятым местом доволен. Второй тайм вновь начался с ошибок, но уже в обе стороны. И только к девятой минуте второго тайма россиянки сравнивают счет 16-16. Но на большее нашу команду не хватило. С этого момента француженки только наращивали свое преимущество. Весомую роль в отрыве сборной Франции сыграла их вратарь Клеопатра Дарлио, грамотно блокирующая многие броски нашей команды из самых разных бросковых позиций. Как итог, к середине второго тайма отрыв француженок уже 6 мячей 16-22. Оставшееся время матча прошло в равной обоюдоострой борьбе. Увы, сборная России уступает в финале Олимпийских игр француженкам со счетом 25-30, завоевав при этом серебряные медали. Понятно, что мотивация была запредельной. Лично мне очень хотелось победить. Очень хотелось этого золота. Но помню свое состояние после полуфинала, когда мы только ночью вернулись в Олимпийскую деревню. На следующий день нас отправили на активацию в тренажерный зал. Простые кардиоупражнения, чтобы привести в порядок тело. И я почувствовала, что не могу бежать, хотя знаю, что надо. В итоге, конечно, все-все сделали, но потом я просто лежала и думала, что надо беречь силы, что их совсем нет, тем более уже самый конец очень длинного сезона. А еще и финал играли в дневное время, хотя я это очень не люблю. Но не хочу, чтобы это звучало, как оправдание. Всегда приходится тяжело, спорт всегда требует чем-то жертвовать. Это наша работа. Сложилось так, как сложилось, но мне не стыдно, ведь мы сделали все, что могли. Франция в этот день оказалась сильнее нас в физическом и эмоциональном плане. Но без поражений не бывает побед. Как аналогию, можно привести игру на этой Олимпиаде нашей команды против сборной Швеции, где россиянки потерпели разгромное поражение, а после уже уверенной поступью прошли в финал, где показали хорошую, качественную игру против одного из лидеров мирового гандбола. Привудем цитату тренера нашей девичьей сборной России, которая сейчас играет на чемпионате Европы в Черногории, Алексея Гумянова. Почему все же не получилось выиграть? Где-то не хватило физических сил. Не все игроки могли быть взаимозаменяемыми. Особенно в таких играх это тяжело делать, когда счеты ТТ мяч в мяч. Это первое. А второе касается эмоций. Эмоционально они были выхолощены и где-то этих эмоций не хватило. Они все свои эмоции и умения отдали в игре с Норвегией, а Франция очень хорошо подготовилась. Прямо четко знала, что делать и в защите, и в нападении, чего, к сожалению, не было у нашей сборной. Но, тем не менее, мы гордимся ими, они огромные молодцы. Теперь начался новый отсчет. Ведь всего через три года начнется новая Олимпиада. И есть уверенность в том, что сборная России будет бороться за медали высшего достоинства. А подытожить выпуск снова хочется цитатой Евгения Трефилова. Не скрываю радости. На старте Олимпиады посещала мысль, как бы нам не отъехать на родину сразу после группового этапа. Серебряные медали – это здорово. Поздравляю тренеров, которые руководили командой в Токио. И, безусловно, тех, кто остался в России. Все внесли вклад в подготовку. Если говорить об итогах, то поставлю оценку хорошо. Но последний матч смазал впечатление. Снизу таких росточков, как Ляхирева и Дмитриева, я не вижу. Точнее, они есть, но нужно пройти несколько чемпионатов, требуется от трех до пяти лет, чтобы накатать молодых. Вот эта французская команда в таком составе уже сто лет ездит. Но потенциал у России есть. Мы еще накатим. Во всех смыслах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Это нам очень помогает. Ну а мы скоро увидимся. До встречи!